Продолжаем наше общение. Андрей Владимирович Разин, пожалуйста, Ваше впечатление. Игра неплохой получилась, немного не хватило. Ну да, подходящее слово, игра получилась неплохой, потому что игра с нашей стороны была, да, можно сказать, что ребята проявили характер. Вот, ну, мы всю игру играли хорошо. 9 минут во втором периоде и там 20 бросков только в створ во втором периоде проиграть его 0-3, это, конечно, надо так умудриться. Ну, такое бывает. Вот. Я прошу болельщиков это пережить, потому что, если первые игры действительно у команды не все так получалось, я имею в виду по содержанию игры, да, то сейчас игра есть, надо немножко этот отрезок перетерпеть. Вот. Ребята все понимают, ребята все стараются. Вот. Конечно, наш потенциал это большинство, которые, к сожалению, опять же, не сказать, что совсем плохое, да, моменты есть, но, к сожалению, не хватает фарта. Вот. А так, кто фартовый, кто любит ставки ставить, могу подсказку дать. На следующую игру, Спартак, Металлург, Магнитогорск, можете со стопроцентной уверенностью ставить, что судьями будут Белов и Ацкирка. По-любому угадайте. Спасибо. Коллеги в зуме, есть ли у вас вопросы? Первое слово вам, пожалуйста. Рустам Шраф-Удин, автас. Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня несколько вопросов будет. Илья Набоку в этом сезоне одержал всего две победы. Как вы видите, преследует ли его известный синдром второго года, и я имею в виду не звездную болезнь, а вполне логичные трудности, связанные с умением стабильно играть на таком уровне в течение не одного года? Две победы. Ну, смотрите, отвечу развернуто. Мы сыграли последние две игры, да? С Нижнекамском Юров играл? Да. Играл. Три игры. Три игры, да. Мы сыграли последние три игры, скажем так, улучшенным составом, да, но далеко не оптимальным. Вот. Из этих трех игр мы выиграли две. До этого мы играли без четырех наших ведущих игроков. Если вспомнить, если вспомнить прошлые сезоны, например, взять Спартак, который в Москве играл без Морозова и Голдобина. Насколько я помню, мы выиграли там 6-2. Вот. Для них это были тяжелые потери. Центров не было, вот, да. А, ну, Морозова и Локтионов. Я помню, да, что у них был такой ослабленный состав. Вот сейчас, например, взять и убрать, ну, у нас нету Зернова-Канцерова, да, взять и убрать Морозова с Порядиным, к примеру, да. А до этого мы играли еще взять и убрать, например, Ружечку с Мальцевым, да. Это будет совсем другая команда. У нас была совсем другая команда в начале сезона. С приходом этих ребят мы стали играть намного лучше, хотя они далеко, далеко не в оптимальном форме. Ну, вот. Какой был Вовченко на предсезонке и какой сейчас, это совсем два разных человека, там и 60% нет. Вот. Поэтому обвинять во всех грехах Набокова, ну, на моем месте сидел Роман Борисович, да, и я думаю, что это уважаемый человек в нашем хоккее. Он что сказал? Что это один из ведущих вратарей в мире. Вот. Поэтому у Набокова нету синдрома второго сезона. Просто у нас сейчас такая ситуация, что таким составом побеждать всех и вся невозможно, да. Не хватает Зернова, который, вы знаете, лучшим снайпером стал, не хватает Канцерова, ну и так далее. Вот. Еще раз повторю, давайте уберем там указания Питана с Яшкиным и там, я не знаю, кто у них там еще, Сафонова, да, к примеру, вот эту линию. Ну, какая это будет команда. Все сейчас про авангарда их клюют. У них Буши с Ткачевым вышел. То есть, ну, я опять же повторяюсь, но у меня сейчас опять, я знаю, стрелы полетят, что все из-за состава, все. Там еще два суперэксперта говорили, что претизонка у нас не та была, хотя надо хоть чуть-чуть читать прессу, да, и видеть, что у нас не с претизонки люди травмировались. А вот, еще раз повторю, опять полетят стрелы, да, ну, я вам примеры привожу, да, что было бы, если бы у этих команд убрали ведущих игроков. Еще раз повторю, у нас игра есть, сегодня, ну, 21 минута, если там взять статистику, 21 минута игры в чужой зоне, 40 там с лишним бросков и так далее. По всем показателям мы играли лучше, но проиграли. Это хоккей, как бы банально это не звучало. Вот, сейчас ситуация тяжелая, но она была тяжелее на старте сезона. Сейчас есть игра, осталось поймать за хвост удачу, вот, и все будет нормально. Спасибо, еще вопросы из зума. Учитывая, что Спартак с вами закончил плей-офф в прошлом сезоне, находите ли вы какие-либо изменения в игре команды, против которой вы сегодня играли? Насколько она стала немножко другой, с учетом и то, что там звенья новые, с новой игроки? Ну, мне показалось, в плей-оффе Спартак даже был посильнее, чем сегодня. Вот, взять ту же вторую игру в плей-оффе, они нас полностью переиграли, да, тогда нам повезло и мы 1-0 выиграли. Вот, сегодня, ну, опять же, выделялось звено Морозова. Вот, в принципе, по именам команда хорошая. Чем она изменилась? Да ничем, быстрая команда, хорошо проходит среднюю зону, хорошо играет в пас, исполнителей полно, да, вот. Я думаю, что, дай бог, еще раз с ними в плей-оффе играть. Спасибо. И переходим к вопросам из зала. Да, Павел Зайцев, телекомпонент ОВН. Разумеется, вратаря обвинять последнее дело. А было ли ощущение, что, может быть, Илью как-то поберечь и после третьей все-таки заменить, а не после четвертой? Ну, там конец уже второго периода и... Ну, Никита Подскребалин все равно, ну, холодный, хотелось дотянуть до конца второго и, может быть, ну, опять же, посоветовавшись там с самим Илюхой, да, с тренером по вратарям, вот, решить это вот. Ну, получилось, как получилось. Все мы ошибаемся и, может быть, действительно, это была моя ошибка. А в каком состоянии сейчас Макар Хабаров, то есть, вот он уже пропустил матч, вот, два, то есть, есть ли вероятность, что он выйдет против Акбарса? Ну, нет, он подхватил вирус какой-то и он еще даже не тренировался сегодня, еще завтра только начинает с зала. Вот, усугубился диагноз у Артема, да, Минулина, вот, там еще неделя добавилась, поэтому было три недели, сейчас уже как минимум четыре. В связи с этим уместно, наверное, спросить, да, понятно, что те, кто есть в резерве в Магнитке, это совсем, ну, молодые, менее опытные ребята, он тоже вот Сырятский, например, вот. Тем не менее, команды все три сейчас дома, вот, то есть, как-то в ту сторону готовы посмотреть или, или все-таки вот составом тем же, которым идем, будем серию завершать? Ну, тяжело ответить на этот вопрос, потому что, ну, состав сегодня нормальный был, еще раз, если кто не видел игру, я думаю, на результат посмотрит и скажет, все пропало, да. Кто видел игру, ну, не забивали, такое бывает сегодня, ну, мы, что, там, во втором периоде зону вскопали, что в третьем периоде, там, всю зону перекопали. Вот, поэтому брать и какие-то изменения делать, наверное, нет. Ну, опять же, надо дождаться завтра утро, доктор придет, скажет, что и как. Иван Невский, Магнитка Спорт, мне бы хотелось продолжить тему вратарей. Вот, понятно, что Набоков, ну, может быть, не лучшую игру сыграл, но неплохо вошел Никита Подскребалин. Есть ли шанс, что вот в будущем он, может быть, больше игрового времени получит? Есть. И тогда другой вопрос про второй период. Вот можно ли сказать, что это стало именно ключевым таким моментом, потому что хорошо играли, почти в два раза перебросали, но проиграли 3-0. Ну, действительно, это ключевой момент, когда, имея кучу моментов, мы пропустили 4 контратаки, 3 из которых завершили взятие ворот наших. Михаил, скажи, Спортэкспресс, как раз продолжая тему второго периода, вот как в будущем эти контратаки избегать, потому что помимо Спартака в лиге еще есть другие быстрые команды, которые тоже эти умеют пользоваться. Вот здесь в чем были такие, может, позиционные какие-то недоработки металлурга, почему позволили так сопернику убегать в контратаке? Ну, я не могу вам сейчас рассказать, это займет очень много времени, как и что, кто там ошибался, кто недорабатывал. Вот, я знаю, что мы можем сыграть лучше и не пропускать контратак, да, и мы это доказывали, то, что сильное оружие, например, локомотивы, да, мы просто его убили в финале, когда практически вообще ни одной контратаки за 4 матча не пропустили. Ну, как-то так. Продолжая тему игроков, которые восстанавливаются после травмопераций, как идет восстановление канцерова и зернова, все ли у них по плану и на каком они сейчас этапе? Ну, Денис порадовал, доктор сообщил, что, ну, помимо тех сроков, которые озвучивались, он сначала неделю скинул, вот, сейчас вообще две недели скинул, вот, надеемся, что к середине октября он выйдет. Вот, по Ромке, не знаю, по Ромке такой ситуации, информации не было. Вот, Ромка, начало ноября. Вы назвали большинство потенциалом металлурга в атаке, так есть, действительно. Вот, можете раскрыть, наверное, немного эту мысль, в чем конкретно хотите, чтобы розыгрыш был лучше? Ну, в чем, вот, сегодня здорово разыграли, да, последнее большинство, Капитунин просто не замкнул там. Были там, ну, и пресс, он как, у нас первое большинство было соска, да, он попал тогда, сейчас сколько таких моментов, когда там все в миллиметрах, в сантиметрах, и все рядышком, рядышком, вот, ну, фарда заслужить надо, придет все. Продолжая тему Робина пресса, ну, а в плей-офф особенно очень хорошо врезали из памяти вот эти набросы коварные о цене линии, когда вратари очень тяжело их читали, сейчас их стало чуть-чуть меньше, это соперники стали вот по прессу как-то плотнее играть, и видите, что ему не дают пространства для таких набросов, либо же, может быть, схемы чуть-чуть стали корректировать. А какая вопроса статистика? У него очень много передач. Ну, коварные набросы в последней игре, он в последней игре сделал паузу, набросил, Коробкин подставил, это оказался победный гол. Конечно, команды соперников разбирают и индивидуально там, ну, обращают внимание, что и как, но пресс мастеровитый, и сейчас наоборот его как-то надо чуть-чуть осадить, потому что, ну, он очень много, ну, как он сейчас в хорошей форме, и очень много моментов, когда он просто иногда передерживает шайбу и в средней зоне теряет ее. А вот, ну, опять же, это от избытка желания, да, помочь, а не то, что там какие-то другие причины, да, в этих ошибках. Тяжело входит в сезон Павел Акользин, у него пока нет голов, всего одна передача, вот, что пока с ним не так, и может ли он еще дать больше именно в атаке? Никто не сомневается в его оборонительных навыках, как форварда, но даже если вспомнить начало прошлого чемпионата, когда он играл в ведущей тройке, ну, как ведущей по порядку тройке с Карповым и Зерновым, у него было, получалось больше в атаке, и в том числе в завершении. Спасибо. Ну, вот, в вопросе, да, немножко ответ, потому что он играл с Карповым и Зерновым, да, там были ребята, которые ему больше моментов создавали. Сегодня у него был шикарный момент во втором периоде, когда ему Силантьев отдал, он один в ноль не попал там практически в пустой угол. Ну, есть такое, еще раз повторю, у нас, ну, нехватка все равно людей, на которых мы рассчитывали. И вот эти, скажем так, дырочки, да, которые все равно остаются, и вот этого чуть-чуть немножко не хватает. Еще раз перетерпим. Самое главное же плей-офф. Да, ну, и вот еще немножко по персоналям тогда, раз коллега коснулся, со Скоттом разговаривали, вот что у него, там может быть эмоциональный фон какой-то или еще что-то. То есть вот, а он вроде адаптированный легионер, но вот, вот, как будто бы немножко ему огня, что ли, не хватает в действиях азарта, злости какой-то. Ну, это нормально. Вспомните прошлогоднее начало чемпионата, когда и Преск уверкался, да, и там Джонсон с Ди пришли тоже, были как это, как это, оторванный ломой. Да, пока они вписались в команду, да, пока они там сдружились, что ли, да, там, пока они почувствовали себя своими. Вот, все это нужно время. Конечно, он сейчас, ну, немножко, не в своей тарелке, да, наверное, скажем так. Вот, я с ним разговаривал сейчас. Семья к нему скоро приедет. Ну, тоже все равно человеку тяжело. Сейчас, может, какой-то эмоциональный фон у него поднимется, потому что от него действительно ждем большего. Ну, опять, претензий к нему никаких, потому что человек профессионал, ну, надеемся раскочегарится. На этом все, спасибо за развернутые ответы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!